ПРОЕКТ Я ПОМНЮ Интервью с ветераном Великой Отечественной войны. Болотов Роман Александрович. Руководитель проекта и главный редактор Артём Драбкин. Литературная обработка Баир Иренчеев. Опубликована 23 июля 2006 года. Часть вторая. Ленинградский фронт. В Удельнинском парке недолго пришлось побыть. Вскоре рота снялась и прибыла в город Пушкин в начале августа и до начале сентября 1941 года. Разместились в бывшем доме отдыха Леноблпрофа. Уже туда была слышна артиллерийская канонада с передовых позиций. Да что же это такое? Неужели здесь не оказано сопротивления и так быстро продвинулся противник городу за многие сотни километров от границы? Если с выборского направления было 200 километров, то с западного не менее 700-800 километров. Как он мог так быстро продвинуться? Было удивительно горько за то хвастовство, что мы ударим двойным-тройным ударом на удар противника, что мы будем воевать только на чужой территории. Если там не было войск, как на Карельском перешейке. А, кстати, на Карельском перешейке две недели никакого противника не было. Все загадки и домыслы откладывались в мысли тяжелые. А по газетным сообщениям узнаешь, какие города и села сдали немцам. Может, первое сопротивление было оказано перед Ельней, Смоленской области. Здесь рота выполняла свою задачу. В оборону или другие саперные элиминированием не занималась. Она была как бы фронтового значения. Правда, для фронтового значения у ней сил было маловато. Мы ездили на машине на правый фланг в Тайце. Уясняли у командиров передовых частей о нужде в водоснабжении. Но только доводылили там было, когда такой неустановившийся фронт. Но по любому запросу мы оказывали существенную помощь в Красном селе, Русско-Высоцком и других местах. Однажды в Тайцах налетели немецкие самолеты. Я тогда их подсчитал. Их было 30. Наших самолетов не было и зенитной артиллерии также не было. Они летают себе спокойно, выбирая цели для бомбежки. Только и бомбить-то было нечего. Одни девушки-окопницы там и были, которые заранее подготавливали окопы и противотанковые рвы. Нет, стали все же бомбить. Так безнаказанно девушек-окопниц за то, что они нам помогали. На левом фланге за Павловском в Антропшине Павловский парк, в прошлом веселый, сколько народу там отдыхало, теперь угрюмый и сиротевший, так душу щемящий болью за невозможность чем-либо помочь. Встретились там три девушки-окопницы в ватниках и резиновых сапогах. Мы, конечно, их приветствовали, сказали несколько комплиментов, да и разошлись. Не было времени для любезностей. Хотелось в Пушкине сходить в парк, посмотреть, какой он есть. Но только до этого ли было, из чего захотел. И только однажды я прошел по близлежащей улице. Я не запомнил эту улицу, поэтому дома отдыха не отыскал после войны. Зашел было в пивную, так было жарко и пить хотелось. Там было много народу, накурено и шумные разговоры, вплоть до ссоры между отдельными лицами. Нет, думаю, лучше уйти отсюда, пока не получил пивной кружкой по голове от какого-нибудь алкоголика или маньяка, что, мол, плохо воюешь, допустил немцев к нашему городу. Слышны были голоса. Это предательство. И другие не менее лестные слова в сторону армии, правительства и государства. Зашел в магазин и купил бутылку шампанского. Она стоила всего 22 рубля. Деньги у меня были. 14 сентября 1941 года пришлось опять вернуться в Удельнинский парк. Там, около пожарной части, где и ныне стоит охотничий домик, были вырыты щели для укрытия при бомбежке и целые землянки. Вот мы пока и заняли их временно. Начальство устроилось в освободившихся квартирах у знакомых. Тогда очень быстро знакомились, особенно с женщинами. А некоторые военные донжуаны даже женились. Помню, такая судьба была тут у Потапова, сапожника роты. А пиво достал Иван Столяров. Укатил полную бочку от пивного ларька. С нами пил вино и пиво политрук Волков. Я там был и пиво из ведра пил. Частые переезды и такого рода маневрирование позволили не засиживаться на одном месте, да и потеря не от обстрелов. Мы во многих местах стояли. Одно перечисление, так и то много займет места на бумаге. Были в Устежоре, в Рыбацком, в Автове. В Дачном попали под сильный обстрел и скорее покинули этот неспокойный поселок. Лучше отойти подальше, но спокойно отдохнуть ночью или днем, как время будет позволять. Даже были, тогда уже полностью разбитой, в больнице Фореля. От нее оставался только подвал, но стены там были толстые-притолстые и тоже очень близко к передовой, и туда все время бил немец. Были мы в Доме Советов на Московском проспекте, то есть ночевали ночь. Тоже страшно беспокойно. Он был хорошим ориентиром для обстрела всего Московского проспекта. В Колпине на станции зашли в будку стрелочницы погреться, так как холодно было осенью. За столом трое ребятишек, все в следах стонут, хотят есть, а есть нечего. Стрелочница, мать, говорит, да чего я им дам, на эти мои пальцы, ешьте, резите. Вот такое было уже, когда мы попали в Колпино. Сильно обстреливался ижорский завод и улицы. Особенно тут бывшая церковь на углу стояла, служившая немцам ориентиром. По церкви не били, а дальше по ижорскому заводу. Мы были у церкви, а потом ее переоборудовали после войны под кинотеатр. Зашел я в один пустой дом на вокзальной улице, кажется, называется, на первый, на второй этаж никого не было. Стоят шкафы и богатая библиотека с технической литературой. Тут справочник металлиста, хютте, очень хороший справочник, курс котельных установок, кноррера, пособие по вентиляции и другая техническая литература. Видать, жил тут инженер-теплотехник, подумал я. А осенью, когда мы оказались в блокаде, очень быстро уменьшили пайку хлеба. Я даже запомнил. Это было в ноябре 41-го года. Мы тогда ночевали в бараке кирпичного завода, что был расположен на южном шоссе в Купчине. А вскоре и эту пайку уменьшили до 400, а потом 300 граммов для тыловых воинских частей. Тогда мы находили способы присоединяться на довольствие к передовым частям воинским. Там выдавали по 500 граммов хлеба, может, несколько больше и крупы. Но все этого мало. Началось голодное время, и вести с фронтов были неутешительные. Вот Тихвин немцы взяли, а стало быть, последняя железнодорожная магистраль была перекрыта. Очень были рады, когда этот Тихвин освободили через некоторое время. И как мы были рады, когда под Москвой 6 декабря 1941 года была одержана Большая Победа, и фронт был отодвинут от столицы. В городе пожары, и Бадаевские склады разбомбили и сожгли. Я думаю, тут пятая колонна Гитлера работала сильно. Они во многом помогли Гитлеру. Они пускали и ракеты во время бомбежек. Куда лучше имеет удар, в какой район. Проникли в больницу, на Щемиловку, где потом, рассказывала жена, уколами больных истощенных людей отправляли на тот свет. Хорошо, что их разоблачили и ликвидировали эту банду. На каждом шагу в городе каждый мог попасть в их сети. Ах, какое тревожное и тяжёлое это время, осень и зима 1941 года. В то время у нас были гидрологи-специалисты. Это Алла Болотина и кандидат технических наук Горюнов. Я, разговаривая с Горюновым, напомнил ему, не знаю для чего, об ампирической формуле истечении жидкости из отверстия Даниэля Бернулли. Он улыбнулся и спросил о других, чего я не знал, и посоветовал обратиться в технический справочник, потому что всего в памяти не удержишь. Анна Болотина была с нами, а Горюнов больше в штабе роты, да в первом взводе. Тогда хватались не весь за что, чтобы удержать противника, не пустить в город. Сдать город немца и мысли такой не было. Я не знаю, чьё это предложение. Наше дело это было выполнить, то есть Лиговский канал, направить два русла. Один сток воды по Лиговскому каналу, другой сток воды пустить около второй линии обороны в сторону речки Новой в Ульянке. Мы это сделали, за что потом получили неприятности, кто сидел в обороне. Что же вы нас подтопили? В землянках и окопах стало влажно. Видимо, они потом сами перекрыли второй сток воды. Второе мероприятие было сделано, что сделать плотину реки Волховки в Купчине. Но это как вредительское дело. Подтопить всю местность от Пулковских высот, заводнить местность, где расположена вторая линия обороны. Это, видимо, был расчёт командований на дальнейший отход наших войск с передка города. Нам, рядовым и сержантам, было видно, что этого не надо делать пока. Но начальство виднее. Мы не могли возражать. Хорошо, в то самое время приехал маршал Жуков и в течение месяца стабилизировал оборонительную линию Ленинградского фронта. Кроме того, мы иногда оборудовали всякие там бомбоубежища и прочие работы в городе. Но всё же в основном выполняли свою специализированную обязанность по водоснабжению воинских частей питьевой водой. Запомнилось, как мы добирались на правый фланг 42-й армии. Это от больницы Форля. Теперь этой больницы уже нет. А есть художественные школы Кировского района. От пруда и вверх по течению этого ручья, ныне реки Новой, шли мы тогда по верху правого берега речки, шёл мелкий моросящий дождь, скользко, а Алексеев упал с берега пруда в речку. При подходе ныне к проспекту ветеранов начался обстрел из миномёта. Но обстрел проходил несколько дальше, туда, где ныне проспект ветеранов. 78 с аптекой, а во дворе детский садик стоит. В том месте стоял какой-то деревянный сарай, ещё не разобран. А вообще там было чистое поле, хорошо просматриваемое немцем, и там были бойцы. Вот он по этому сараю и бил. Но и в нашу сторону попадало. Осколки свистели вовсю. Хорошо, тут по дороге были вырыты щели. Мы в них скрылись, а затем броском вперёд по берегу вышли из-под обстрела. Там была вторая линия обороны, в которой находился полк народного ополчения. А до первой линии обороны оставалось ещё метров 300. Туда Клигово или Кстарапоново. Хорошо теперь названы улицы в память о тех местах, где проходила первая и вторая линии обороны, как улица стойкости в Ульянке, улица отважных в Урицке, улица доблести в северо-западном районе города в честь наших доблестных моряков морской пехоты. До снегопада мы запасались для питания роты, конечно, овощами, картошкой, капустой от первой линии обороны или с нейтральной полосы, ночью под Колпино. Однажды, подъезжая к Рыбацкому, видно было, как немецкий самолёт бомбит город. Мы поехали как раз по третьей советской улице. Смотрим, вода льётся, убитых и раненых укладывают машины скорой помощи. Повернули по Суворовскому проспекту, смотрим, Академия лёгкой промышленности вся в огне. Ах, какое хорошее красивое здание разбомбили и сожгли. Я зашёл ко второй старшей сестре Сусанне Александровне, она жила по Суворовскому проспекту, дом 60, и отнёс ей ведро картошки. Она удивилась, так была рада такому моему посещению. Я потом забыл про эту картошку, а она напомнила мне об этом эпизоде и говорила, что этой картошкой долго питалась и кожуру поела. Кто знает, может, эта малая поддержка дала возможности выжить. Как-то из Колпина я посетил свою первую сестру, старшую Глафиру Александровну и двоюродную сестру Филицату Григорьевну, которые жили тогда на третьей линии Васильевского острова. Ничего я съестного не привёз, потому что не было ничего. Только где-то у меня была бутылка отработанного постного масла с морского завода, от которой так и шёл запах керосина, но на всякий случай захватил. Отдал её Филицате, которая тоже потом вспомнила об этом, как я им привёз постного масла. Глафира рассказывала, что тут в проходной комнате страшно стало жить. Я видела, говорит, как Яша лазал через Фрамугу в наш тёмный угол и украл у неё крупу. Спросил, нет ли каких вестей о Проне. Потом я спросила Рае, младшей сестре, которая находилась в детском доме неразвитых детей на выборгской стороне. Глафира сказала, что была два раза. Последний раз я была недавно и её уже не было в живых. Где похоронена неизвестно, никто не сказал. И от Проне никаких вестей нет. Увидел я и Якова Денисовича Лукина. И прямо скажу, он был неузнаваемый, худой, щёки впали, глаза провалились. Ну, просто скелет, да и только. Роман, да что же это такое? Неужели у нас силы никакой нет, чтобы отогнать немцев? Я старался утешить его, хотя мои слова не произвели на него никакого впечатления. Он махнул рукой и пошёл к себе в другую комнату проходную. Это было 21 декабря 1941 года. Назавтра, как потом я узнал, он умер от голода. А мне предстояло ещё как-то добраться до Колпина. Поезда тогда уже не ходили. Надо добираться самому или на попутной машине. Иду это я по университетской набережной в сторону дворцового моста, а уже снег кругом, и довольно прохладно было. На другой стороне прохожий идёт, и вдруг он схватился за фонарный столб и кричит «Не могу, помогите!» А кто поможет, поскольку у каждого сил почти нет, только добраться до места назначения? И кто знает, может приманка, туда подойдёшь помогать, а там потом убьют или зарежут. Нет, теперь каждый за себя, да и время поджимало, чтобы хоть как-то добраться до Колпина. Другие тоже никто к нему не подходил. Вот так было. Мы были на станции Сапёрной северной железной дороги и на передовой в том районе. Она проходила по высокому левому берегу реки Тосна. Однажды, возвращаясь с той стороны от Усть-Ижуры в Колпино, я обратил внимание, что туда в сторону идёт лошадиная повозка за повозкой. Дай посмотрю. Смотрю, противотанковый ров, в нём штабелем по два-три человека уложены мёртвые тела убитых и умерших от голода. Там были в гражданской и военной одеждах. Ох, как тяжело, какие большие жертвы. После меня к Новому году пошли в город Алла-Болотина. У неё родные жили на шестнадцатой линии Васильевского острова. Я попросил её зайти на третью линию, как там мои сёстры живы ли. Она вернулась и от Глафира принесла сто грамм водки и коробок спичек. Послать что-нибудь из Съясного ничего не было. Да я же не за этим вас послал, а просто живы ли? Живы, живы. Они живут в маленькой комнате втроём. Я понял, что они перебрались к Фелицате Григорьевне. Ну и хорошо, вместе-то лучше. Алла-Болотина научила меня, как определить расход воды в колодце и какой его дебет. Как написать отчёт о проделанной работе по гидроводоснабжению? Она была очень хорошим специалистом. После её отозвали и направили в первый взвод к лейтенанту Ключникову. Наступает тяжёлое время для нас. Мы были направлены на металлострой. Для госпиталя надо было выкопать колодец, так как они остро нуждались в чистой воде. Мы избивались, из последних сил копали колодец, вытаскивали грунт с 0,5 кубометра за день, а на самом деле может ещё меньше. Силы не было. Хотя первое время мы были прикреплены на питание к морскому корпусу, который тут стоял. Вскоре этот корпус был переведён на питание на вторую категорию. Выкопали колодец глубиной 9 метров, и в нём ни капли воды не оказалось, одна твёрдая синяя глина. Напрасные труды. При всей ленинградской низменности воды не достать. Здесь были отложения синей глины, мезозойской эры развития земли, обезвоженные отложения. Тогда мы в пожарном гидранте подземного водопровода устанавливали подкачивающие ручные насосы и таким образом закачивали запасные баки для питьевой воды, обеспечивая водой и госпиталь, и население. Конечно, этого было мало, а тем более тушить пожары. Однажды к нам в барак заскочил военный и скомандовал «Все на улицу! Что случилось? Все на улицу! Пожар!» Выскочили, и верно. Рядом стоящий барак пролыхал в огне. Хорошо горел, не подойти, да и никого не было. Очень быстро сгорел дотла. Переживание голода от этого черного хлеба из опилок совместно с дурандой так тяжело откладывался на желудок, что у меня случился хронический гепарацитный гастрит. Причем дуранда была намного лучше хлеба. Мы где могли достать дуранды, то, конечно, доставали и ели. Вот что значит недостаток протеина в организме. Иногда выдавали вместо хлеба один сухарь. Этот сухарь был, видимо, из НЗ, и он казался таким вкусным, лучше всякого пирожного. Но ведь сухарь давался на полные сутки. Как его было растянуть на столько часов? Сходить за большое – это прямо мучение. Полный час сидишь, и то через 5-6 дней, когда организм хочет освободиться от шлаков. Только молодость, видимо, выручила, и старый запас энергии, полной силы самосохранения не позволяло расслабиться. Как тут жило гражданское население? У них была еще меньше пайка хлеба, неудивительно, что умирали. Доживы ли мои сестры? Только бы не заболеть и не попасть в госпиталь. А тогда многие бойцы попадали в госпиталь по истощению или где-то схватили дизентерию. Но тогда и конец. Если попадешь в госпиталь, потому что нет сил для поправки, и поправишься, да и пошлют совсем другую воинскую часть, а может, стрелковую, где были большие потери. Некоторые бойцы хватали, что попало из съестного. Был у меня Ермолаев, он бывало перепробует всякие бутылочки. Однажды даже бутылочку с чернилами попробовал. Среди бойцов возникали разговоры, что, мол, лучше было бы оказаться в тылу у немцев, так как приходят всякие вести из деревень, что они живут и не испытывают такого голода. Я разуверял их о том, что полноте это происки фашистских разведчиков, что наша социалистическая система лучше капиталистической, а наши колхозы это такое хозяйство, если его наладить, могло быть самое производительное в сельском хозяйстве. Они соглашались, но все же у них все было свое на уме. По два часа я с ними разговаривал на эту тему. Однажды прибыл лейтенант из особого отдела. Я, конечно, ничего не сказал, хотя он выпытывал. Нет ли каких противных разговоров среди бойцов? Иван Столяров обратился ко мне. Командир, отпусти меня в Устежору, там, говорят, пункт, куда собираются мясопродукты. Не смогу ли достать чего? Я дал ему увольнительную записку, но он вернулся ни с чем. Принес только сырой кожи, кусочек 20 на 20 сантиметров, и все. Мы эту кожу разделили, вычистили, сварили, разрезали на мелкие части и съели. Чтобы не было разговоров, мы готовили пищу по очереди. Кто дневальный, тот и готовит пищу. Варит суп, кашу, причем кушали только два раза. На три не хватало продуктов. Есть страшно хотелось. Я еще терпел, потому что болел желудок. Однажды Евсеев только что принес продукты и положил тут мясо кусок с довеском, а сам куда-то вышел, вернулся, поднял скандал о том, что кто-то взял довесок мяса, никто не признается. Да как же так? Ведь только что довесок был. Ведь это ты, Степанов, взял довесок. Он сначала отпирался, а потом пришлось сознаться и выложить этот довесок мяса. Вообще воровства было предостаточно. Еще в Выборге, когда я только попал в гидророту, у меня украли 150 рублей. Кто украл? Сафин, татарин по национальности, в прошлом карманный вор, но при разговоре с ним я убедился, что не он это. Всего скорее взял эти деньги, которые у меня были на кровати под постелью, Переверткин, который рядом спал со мной. Весной 1941 года мы готовились к демобилизации, поэтому у меня был куплен чемодан, куплена рубашка, гимнастерка и брюки армейские, фотографии и еще чего-то. Я уже не помню, что было. Как война началась, передал этот чемодан одному старшему сержанту, который имел знакомые в Выборге. Потом он рассказал, что эти вещи он продавал и деньги пропивал. Ну и хорошо сделал, сказал я ему. Все не досталось противнику. Нет, оказалось мало ему. Опять подошел ко мне ближе и украл у меня из кармана 300 рублей, когда мы были у двоюродной сестры Фелицаты Григорьевны и выпивали там вместе в августе месяце. А потом быстро собрался и убежал к своим знакомым. А ведь эдакой Ярославской овечкой прикидывался, ни за что не подумая, что он может украсть деньги. И интонация его разговора была Ярославской или из Ивановской области. После этого я его не видел. Я не знаю, куда он делся. Когда я был старшиной помроты в Устежоре в начале сентября 1941 года, ко мне в кладовку залезли под замок воры свои бойцы или кто этим промышлял и унесли хлеб на два ужина всей роты. Это очень большое количество. Но тогда еще норма хлеба была большая и как-то вышли из положения. Командир роты отдал бы меня под ревтрибунал и получил бы расстрел. Хорошо, командир роты не возбудил дело, но меня сместили с помп старшины в командиры отделения. Вот так из-за других воров и прохвостов я страдал. С командира взвода сместили благодаря потере бойцов на северо-западном фронте около Алакусы. Теперь в начале сентября опять сместили в командиры отделения. Мой рост был вниз, а не вверх, как другие вышли в лейтенанты. Это опять отступление от текста. Я как-то пошел со Столяровым в морской корпус за продуктами. Мы получили продукты и хлеб, а на прилавке в окне лежала разбитая буханка хлеба. Вдруг Столяров быстро взял эту буханку и спрятал. Тот выдающий пришел и спрашивает, где тут буханка хлеба была? А не знаю, мы не видели. Он туда-сюда начали крутиться, а мы ушли и по дороге эту буханку съели. Хлеб мы делили на равные кусочки. Один отворачивался от хлеба, все остальные смотрели голодные, какая ему достанется пайка. Другой выкрикивал кому, указывая на пайку хлеба. Тот, который отвернулся, называл фамилию. Вот по жребию распределялся хлебушка. Варили супы и ели вместе. Можно было варить каждому отдельно, но это было невозможно. Это тогда весь день мы варили бы супы да каши и работу выполнять некогда было бы. Однажды еще из удельного парка посетил нас командир роты и политрук. Я отчитался в проделанной работе. По всему видно было, что они остались довольны. Выглядели они худыми, но чисто дистрофики, как мне показалось. Вообще бойцы были хорошими, выполняли любую работу. Закаленная в крестьянском труде смекалка и всякие там приспособления позволяла выполнять работы с меньшими затратами сил. Например, проритет колодцев устраивали ворот. Все легче вытаскивать ведро сырого грунта из колодца. Киселев, 1905 года рождения, когда пошли устанавливать колодец, сделал заготовку из двухдюймовых досок и дал другим тащить этот особый сруб на передовую, не надеясь, что там будет какой-нибудь подходящий материал для этой цели. Так мое отделение толкали то в первый взвод к Ключникову, то к Жукову, то к Сизову. Но все равно я был как недоукомплектованный второй взвод, как отдельная войсковая единица, а я за взводного. Да, другого некого было поставить. Опять нас послали к Ключникову, в Колпино. Ну ладно, говорили бойцы, может там будет лучше с питанием, может можно будет прикрепиться к передовым воинским частям. Но этого не случилось, опять были на второй категории. Так что голодовка продолжалась. Причем получение продуктов с базы задерживалось. Получали каждый день. Иногда приносили хлеб в пять часов утра, а мы не могли заснуть, не поев немножечко хлеба. Когда поешь хлеба, тогда заснешь часика на три, а затем надо идти выполнять боевые задания под Пушкин. Кроме голода еще и вши заедали. Я как-то поделился с бойцами. Что же это такое? Недавно сменил нательное белье, а все равно там все время что-то колет. А Алексеев говорит. Да это воши. Что значит воши? А те, которые по телу ползают и кусают. Так это вши, и надо называть своими именами. А может воши? Вот такой диалог получился между нами. Черт, эти псковичи со своим наречием и особыми названиями иногда надо догадываться. Так вместо С они выговаривают как С. Вместо Ч опять С. Например, Иванов Сашихинский. А что, разве плохо? Ведь пскопцане те же аглицане, только нареце другая. Вот поди ты возьми его, он пскович с англичанами наравне. Однажды произошел курьезный случай. Я затопил печку и разделся до гола, чтобы немного поджарить натерянное белье и тем самым избавиться от некоторого количества вшей. Вдруг в комнату влетает Анна Болотина с возгласом «Товарищ Болотов, надо будет сделать!» и тут осеклась и вышла обратно. Я попросил прощения потом, что не закрылся и занимался в неурочное время дезинфекцией. Она вскоре пошла в город. Я опять попросил ее зайти на третью линию Васильевского острова к моим сестрам. После возвращения она сказала, что была, но никого не видела и никто ничего не мог сказать, куда они делись. Я в тревоге сразу же написал письмо матери в Архангельскую область, предполагая, что они, наверное, эвакуировались по дороге жизни по Ладожскому озеру. Вскоре получил письмо от Сусанны Александровны, что да, они действительно эвакуировались все втроем через Ладожское озеро. Я успокоился, мать их поддержит и вылечит от дистрофии, а так бы им тут никак не выжить. После этого я Аллу Болотину больше не видел. Ее отозвали, видимо, из армии в институт, в котором она работала. Там мы прошли дезинфекцию через специальную передвижную дезинфекционную камеру. Только такая дезинфекция никакого эффекта не дала без смены белья и одежды. Но и то все же. Только что прошел камеру один боец из нашей части. Я его спросил о результате дезинфекции. Он говорит, никакого результата. Вот посмотри. Отвернула пушку, кушак штанов, а там огромный вож сидит. Вот она проклятая, не надо далеко ходить и искать, сказал он и бросил вож на землю. Мы тогда располагались на окраине города, в конце Двинского проспекта, города Колпино в бараке. Часть комнат была разбита, и в них сваливали мусор и оправлялись, выходили на улицу через окна. Напротив комнаты лежал умерший, у которого свой же приятель вырезал у мертвого сердца и съел его, зато и сам вскоре умер. Мы ходили на Ижорский завод. Надо было как-то помогать в водоснабжении к заводу. Там была цистерна с кокосовым маслом. Масло это противное, но все же ложку этого масла в суп положить, так вроде бы хороший жирный суп ешь. Полез туда Ермолаев, а обратно не может быстро вылезти, застрял. Тут один офицер увидел. Чей боец? Да, я отделенный командир. Почему разрешил залезть в цистерну? Я не разрешал. В общем, он меня под конвоем отвел в расположение взвода. А там как раз был политрук Волков. Он этого конвоира отпустил, а мне сказал, чтобы больше туда никто не лазал. Вечером к нам в комнату вошел довольно пожилой человек и говорит, я старый рабочий из Жорского завода и вы мне должны дать масло. Тут Евсеев говорит, да я ж тебе дал полный котелок масла, что-то еще пришел, у нас нет масла, а он все требует, дайте мне масло. В общем, еле выпроводили его из комнаты. Этот человек, который потерял всякие приличия человеческого общения, на завтра был выкинут в одной из пустых комнат мертвым, наверное, объелся этим маслом и у него сделался заворот кишок от голода. Для освещения нам давали спирт-цирец, который помещался в баночку с фитилем. И этот фитиль горел вечером, дымно, смрадно, но все же давал некоторое освещение. Добрался до этого спирта Михайлов из вода Ключникова, перетопил его и выпил. Первый день был пьяным, остальные два дня лежал в смертельной агонии и через три дня умер. Ключников ругал его, а что сделать, сам виноват. Мы не могли ничем помочь. Я вспомнил о том доме теплотехника, что на вокзале улицы. Дай, думаю, схожу туда, что там сейчас. Нашел этот дом, захожу на первый этаж, а там три лошади. Одна лошадь лежит, а две другие стоят. Весь пол, как в крестьянском дворе, в навозе, стены обгрызены. Но сразу у входа лестница наверх, и что я вижу? Снаряд прямым попаданием пробил крышу, опрокинул печку, перебил перегородку и попал на кровать. А на кровати был, видимо, этот извозчик. Он тут и остался убитым. Ноги и таз были на кровати, а голова свисала на пол. Он был в нательном белье, весь распух, как бочка. Боже ты мой, дай бог ноги, и скорее выскочил оттуда. Вот как можно попасть из-за любопытства и то, что у меня нос никаких запахов не чует. После этого мое отделение перевели во взвод Жукова, старшего лейтенанта, который в то время был в Шушарах в бараках. Мы ходили и выполняли свою работу под Кузьмино и в Купчино. В Купчине были вырыты такие водоемы, и в которых водилась рыба. Ах, какой хороший подспорик к столу, особенно в такое голодное время. Ах, как заманчиво достать рыбки. Сержант Лазарев, доставая тол из мин, глушил рыбу в водоемах. Как-то мы подошли к нему, а он ковыряет, даже колотит мину ТМЗ-40, противотанковая мина заграждения, с секретным взрывателем. Надо было знать, в какую сторону надо повернуть взрыватель, чтобы его вытащить и чтобы она не взорвалась. Мы же этого не знали, так как не были минерами. Я его уговариваю и предупредил об опасности взрыва. Он не послушал моего совета, а еще больше стал вертеть эту заржавевшую мину в руках. Я не мог ему приказать. Эх, вы трусы, да тут ничего опасного нет. Вижу, что он не послушается, мы ушли и только дошли до бараков. Как вскоре нам сообщили, что Лазарев подорвался на мине, а его помощника, который находился недалеко от него, ранило, его же разорвало на куски. Мы его похоронили в Купчине, в насыпи окружной железной дороги. Ах, какое тяжелое время, и приходится описывать об умерших и убитых. В окружной железной дороге в землянках располагался взвод электророты. Я побывал у них однажды. Там был уже младший лейтенант Баландин, сержанты Алешин и Фетисов. Вот видишь, как мы тут хорошо устроились, говорил Баландин. В землянке было чисто, но это была весна 1942 года и текло сверху. Я согласился. Да, у вас тут неплохо, чтобы не расстраивать их, старых друзей из-за электророты. Однако особой зависти к ним не испытывал. Мы всегда по возможности устраивались жить в помещениях, а не в землянках, как они. Однако они имели возможность посещать концерты консерватории под управлением Ильясберга, хвастались они. Мы же этой возможности не имели. Всегда были заняты чем-то. Однажды по московскому шоссе в сторону Шушар шел открытый автомобиль, а в нем стоял Грицай. Такой радостный в орденах и медалях все равно как царь Николай II, а воинское звание его уже майор. Как-то мне тогда пришлось побывать около штаба роты, который уже располагался на благодатном переулке в помещении 23-го детского садика московского района. Я тогда там встретил Тевеленка, который зашел по какому-то делу в гидророту. Тевеленок был уже старший лейтенант. Я с ним разговаривал. Правда, я особо не расспрашивал о старых друзьях, о Сершееве или Сербенко и других бывших наших особого взвода. Он был какой-то унылый и задумчивый, какой-то черный, то ли загорел, то ли от забот, так как он был помпотехом роты. Вскоре я узнал, что Тевеленок умер от рака мозга, легких и еще черт знает от чего, а ведь на вид такой крупный и здоровый мужчина был. Как жаль, лучшие люди умирают, там раз остается. Нас опять перевели к Ключникову, его взвод и мое отделение перевели на оборудование бомбоубежища под молкомбинатом имени Кирова. Там мы устанавливали отопительные секционные котлы типа стреляя или стребеля. Устанавливали подкачивающие средства при помощи ручных насосов типа Эйвера или двухпулунжерного насоса типа Барда. Это примерно было в начале мая. Было тепло, весна манит некоторых куда-то в сторону от дела, ближе к девушкам, которые жили в общежитии. Особенно много почету было у лейтенанта Ключникова. Да что тебе пайка мало, ты же импотентный, говорил он. А и в самом деле мы в большинстве были импотентны после такого голода. Весной несколько прибавили пайки хлеба, но все это мало, чтобы восстановить силы. Еще оборудовали капелли в доме на углу Московского проспекта и Литовского. Не маленького дома, что на углу стоит, а тот, который рядом с больницей Коняшина, а второй стороной выходит на Лиговский проспект. Там было насыпано грунта до второго этажа. Нашу задачу обеспечить КП сантехникой. Мы опять отдельно от других взводов. Нам казалось, что на общей кухне много воруют. Поэтому мы взяли тогда сухим пайком. Я часов шесть прибыл во двор, разложил костер и варил там рисовую кашу. Почему-то был тогда один, и со мной не было никаких бойцов. Вдруг начался обстрел города, то есть этого района. Хорошо, что каша поспела. Я ее снял с огня и побежал в бомбоубежище. Да в бомбоубежище не попал, а в попыхах забежал на второй этаж, и там ел скорее кашу, пока не убили. Осколки вовсю свистели, а я стоял в простенке, окон и стекол в том доме не было. Эти снаряды попали в больницу Коняшина, и там убило шесть человек раненых бойцов, эвакуированных с фронта. Вот так на фронте не убило, так больницу убило. Поступали тревожные сведения с фронтов Отечественной войны. Гитлеровцы идут к Волге. От Москвы фронт несколько отодвинут. Передовая линия, как потом я смотрел, была очень длинной, сильно изломанной линией, и в некоторых местах немцы еще глубоко вклинились в наши позиции. Время тяжелое. Мое отделение посылают во Всеволожскую. Там был младший лейтенант Сизов с буровой машиной и буровым мастером Раковым, старшим сержантом. Нам посоветовали ехать до Мельничного ручья, и там сразу шоссе мимо станции Всеволожская, и далее попадете в парк князя Всеволожского. Раньше во Всеволожской не бывал, а в Мельничных ручьях был, и шоссе это знаю. Вышли с поезда в Мельничных ручьях и шли с полной нагрузкой, и прошли дорогу, которая шла от вокзала в Всеволожский, и все нет и нет этого парка. Да и парком его не называли. Было жарко, и сил было маловато. Кто-то предложил отдохнуть, а это было под вечер. Мы нашли пустой свободный дом около горы, то есть там никого не было. Мы зашли, и так нам захотелось тут отдохнуть. Неизвестно, что там будет впереди. Бойцы стали упрашивать остаться здесь до завтра. Я согласился. Сделали себе ужин, а утром завтрак. Хорошо отдохнули. Я послал одного бойца узнать местоположение объекта. Скоро он вернулся и сказал, что здесь неподалеку, за шоссе на Ленинград, то есть за Дорогой жизни, в будущем находится и парк Князя Всеволожского. Парк Князя Всеволожского находился на склоне горы. На ровном месте были поля, теперь пустые. По прибытии доложился Сизову. Вы должны были прибыть вчера. Я рассказал, как было. Он ничего не сказал. Давайте сейчас готовьтесь оборудовать сантехнику КП Ленфронта. Он же с Раковым занимался бурением. Делали скважины диаметром 200 мм для вентиляции и других надобностей на глубину 11 метров. В горе были вырыты и оборудованы кабинеты под землей. В 10 метров с тремя выходами с разных сторон горы с облицовкой кабинетов. Крепление и перекрытие было из двухметровых шпал, которые укладывались как в шпунт. Гора была сухая. Один желтый песочек. Литературная обработка Баир Ириничев. Конец интервью. Читал Олег Лобанов. Баир Ириничев. Продолжение следует...